Ой-ой-ой, слушайте, когда мы купим большой прицеп, там уже будет полегче, но тут у меня уже могут быть проблемки, потому что наш трактор может быть 8,5 тонн не затащит. Давайте попробуем заехать. Вот тут испытание уже начинается для нашего легкого, самого слабенького трактора. Смотрите, наш дзипяра поднялся вообще никак. А нет, подожди, я пытаюсь, я пытаюсь, я пытаюсь, я газую. Ого-го, вот это меня подняло, слушайте, вот это да. И всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть в Farming Simulator 2017 на землях Лапача. Мы сегодня с вами встречаемся, и сегодня будем смотреть, что я сделал за кадром, что мы сегодня будем, значит, собирать, выращивать, и, соответственно, может быть, даже будем покупать. Друзья, если вам нравится данная игрушка, то прямо сейчас жмите лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Ну что ж, давайте будем начитать уже. Так, у нас, получается, сейчас идет, засеиваем пшеницей одной из полей. И у нас, я, в общем-то, как раз нас пока товарищ дамочка у нас засеивает, я могу, наверное, а, мы сейчас, я, ребята, купил за кадром вот такую вот замечательную опрыскивалку, да, это у нас получается удобрение. И, я думаю, что можно будет сейчас как раз вот, наверное, по этому деторомбику, вот так мы, наверное, определимся, будем удобрять это все дело. А также у нас созрело поле уже пшеницы практически, можно уже, наверное, начинать, значит, нам это все дело прямо уже пора, пора, друзья, собирать пшеничку нашу. И, соответственно, у нас самое интересное сегодня, это я еще не показал, ребята, это я еще не показал, мы сейчас отправимся как раз на следующее поле, у нас сахарный тростник. Фишка этой карты в том, что здесь есть сахарный тростник, и он где-то здесь. Так, а вон она, давайте поедем прямо туда, отправимся прямо на сахарное поле наше. И обратите внимание, ребята, как раз сейчас и начал вот запись, потому что я хотел показать вот, как это все происходит, как у нас растет сахарный тростник. Посмотрите, какой он высокий, я даже стою на машину, и мне кажется, даже я немножко его ниже, я не знаю, сколько он метров, наверное, метра 4, может быть, 3 или 4. Друзья, напишите в комментариях, сколько высотой у нас сахарный тростничок у нас здесь растет. Вот, в общем-то, это все засадили, это было очень долго, ребята, это было очень-очень долго, это было прям вообще жесть. Кстати, можно проехаться немножко внутри сахарного тростника, я хочу посмотреть, как это все происходит. Да, ни черта не видно, сахарный тростник очень высокий, он даже выше, мне кажется, кукурузы. И мы сегодня, может быть, его даже будем собирать, ребята, это будет вообще прикольно, если мы сегодня его соберем, хотя бы уже часть начнем собирать. У нас, кстати, вот у нас есть вот этот вот трактор. Я тут за кадром пытался, все это дело покупал, у нас здесь, получается, семена и тростник, вот эти вот семена закупаются отдельно, и тростник тоже закупается отдельно. Потом это все дело садится, очень, кстати, долго ушло, очень много ушло мне времени, чтобы засадить это небольшое поле, но оно, вот видите, такими вот маленькими... Вот тростничок у нас вот так вот и растет, то есть сначала он превращается в такую вот маленькую травку, он еще, кстати, меньше, по-моему, был, но сейчас он прямо на наших глазах, ребята, будет становиться все больше и больше, и мне кажется, что он еще пока не созрел, я так думаю. Давайте посмотрим, у нас получается, созрел или не созрел, сейчас мы поглядим. Так, здесь у нас, наверное, созревание. Созревание у нас на карте должно быть... растет, урожай созрел, вот такого, наверное, цвета, да, сбор урожая, можно косить, можно косить красным. Ну, давайте попробуем косить, так косить, раз, наверное, можно, я надеюсь, что можно. Мне прямо страшноватенько даже его начинать косить, может быть, ну, если он не созревший, значит, мы его косить все равно не сможем, я так думаю. Так что нам переживать нечего. Так, я вот не знаю, вот этой вот штуковиной я пользовался, никогда в жизни не пользовался, просто ее привез сюда, поэтому, ребят, не знаю, как ей пользоваться, просто мы сейчас попробуем ее включить. Я надеюсь, она у нас заведется. Вот такая вот бандура интересная. Я так понимаю, сзади сейчас у нас будет сыпаться все вот эта вот штука. Черт его знает, как она работает, давайте, может быть, как-то ее развернем, она у нас как-то боком сворачивается или что. Так, заводим ее. О-хо-хо-хо! Вот это там сверло, посмотрите, что оно из себя представляет вообще, вау! Просто страшная хрень, которая прям вот серьезно, мне даже страшноватенько так. Че, можно уже, нет? Или это не отсюда? Или это не отсюда? А нет, начинает косить, ребят, начинает косить! Я немножко неровно заехал, давайте развернемся. Вау, вообще прикол! Мои трактора вообще не видно! Как мы будем ехать? Как это все дело косить? Я не понимаю. Ребята, я просто не понимаю. Давайте мы немножко вот так струганем, посмотрим. Вау, выстр... Выстригло! Да ладно! Так, это так? Это такой маленький и тонкий у нас будет, получается, дорожка. Как мы будем выстригать, ребята, я не представляю. Давайте попробуем. Просто проедемся, я не знаю. Это мы будем, наверное, пару дней это все делать. Я так думаю, да? Так. Косим. Так, секундочку. У нас ничего не наполняется. Возможно, это просто у нас какая-то косилка. Ребята, какая-то косилочка. Может быть, я что-то не так делаю. Я уже начинаю переживать, ребята. Я уже начинаю переживать. Вдруг я что-нибудь неправильно здесь делаю. Это, конечно же, будет очень печальненько. Давайте мы свернем тогда нашу... Нашу вот такую вот замечательную удобрялку. Вот так мы ее свернем. Я ее здесь оставлю. Я сейчас возьму. Мне нужно взять тогда мой прицеп, чтобы мне все это дело скинуть. Нашим прицепчиком вон там. Ребят, я пока в раздумьях. Я не знаю, как нам использовать тростник. Нужно заехать в магазин и посмотреть, как это все дело происходит. Потому что я пока не знаю. Тростник для меня это новая тема. Я не знаком абсолютно с ним. Ребят, пишите мне в комментах про тростник. Буду очень... Очень... Как бы мне пригодится ваш комментарий. Мне ваши советы нужны. Почитаем. Почитаем про тростничок получше. Ну, а трактора здесь прям графончик. Замечательный, ребята. Замечательный. Давайте подъедем вот так. Сгрузим пшеницу. Нам нужно... Нам нужно в дальнейшем... Значит, очень хорошо бы нам обзавестись нормальным прицепом. То есть более вместимым раза в два хотя бы, да? Ну и, соответственно, было бы классно, если бы мы еще взяли новый комбайн, который мог бы у нас... Прямо хорошо так набивать свое брюхо пшеницей хотя бы раза в два, а то и в три больше. И жатку пошире надо бы сделать. Потому что, получается, у нас на два с половиной, видите, захода он уже заполняется битком. Так, ну отъедем сюда. И мне сейчас придется, наверное, ехать в магазин. Давайте, может быть, смотаемся в магазин, посмотрим, что там нужно для жатки. Кстати, за кадром я заработал лишь на вот удобрялку. И все, ребята. Я сделал несколько заданий, которые налаживают отношения с нашими соседями. И я подзаработал приличненько денежек. Наверное, тысяч так, пятьдесят, наверное. Закупился вот тут семенами кое-какими. Кстати, вот эта вот штука у нас для чего? Это у нас тоже, по-моему, для забора, так скажем, точно тростника, скорее всего. Давайте забежим в магазинчик. И я вот несколько семян здесь взял. Я приезжаю вот сюда. Вот тут тростник у нас. Можно тростничок. Здесь у нас различные семена. Там тоже, по-моему, для удобрения можно набирать побольше семена. У нас все это заканчивается. Вот тут у нас полупустой ящичек, да. И, соответственно, это все надо подкупать. Так, друзья, в общем, я почитал. Здесь у нас про сахарный тростник описано. Сахарный тростник отличается от других сельскохозяйственных культур. Он дольше созревает, зато не увядает. Для посадки, сбора сахарного тростника требуется специальное оборудование. Вот у нас здесь показываются все процессы, да. Посев. Чтобы высадить сахарный тростник, придется обзавестись техникой. Как и в случае с картофелем, машину можно загрузить тростником с прошлого урожая. Поместите стебли в сажалку напрямую. Но это мы сделали. Воспользуйтесь телескопическим погрузчиком. Или пустите вход колеса погрузчик ковшом. Если у вас нет стеблей сахарного тростника, не беда, купите в магазине поддон. Но этого я сделал, ребят. Созревание у нас созрело. Вот здесь показан сбор урожая. Для сбора сахарного тростника вам понадобится специальный комбайн. Он срежет верхние листья и разрубит тростник на небольшие кусочки. Как и сила с уборочной комбайны, машина для сбора тростника не оснащена контейнером и требует использования прицепа самосвала. То есть вот здесь у меня задача, вы знаете, интересно, я попробую подцепить. Можно здесь подцепить? Опа, подцепили. Я, наверное, не увезу его точно. Посмотрите, наш джипяра поднялся. Вообще никак. А нет, подожди, я пытаюсь, я пытаюсь, я пытаюсь, я газую. Вот это меня подняло, слушайте. Вот это да. Вот это прицепчик очень-очень тяжелый, я смотрю. Так, ладно. Погоди, не смогу я его утащить на нашем легком джипике. Хорошо, у нас есть 29 тысяч, у нас есть 29 тысяч. Давайте сейчас вернемся обратно. Я предлагаю, ребят, сейчас вернуться и попробовать постричь. Но у меня большие проблемы в том плане, что я не понимаю, как я сейчас буду его собирать. То есть получается, вот это наша машина. Она у нас будет срезать сахар на тростнике, соответственно, получается, нужно мне тут же рядышком, видимо, ехать постоянно. Я не знаю, как он будет собираться. В общем, нужно пробовать, нужно пробовать. Так, здесь разворачиваемся. Где наш трактор? Наш тракторенок где-то вот здесь вот, да. Вот он отъехал чуть-чуть дальше. Так, секунду, давайте мы его поставим вот так. Зацепим. Чего не цепляется? Молодца. Прекрасненько. И мы сейчас поедем. Я прочитал вот про вот эту вот бандуру, которая у меня за спиной, да, вот за трактором. Она у нас захватывает всего лишь метр. То есть она может всего лишь метр. Представляете, вот это вот поле, да, она всего лишь будет метр. Копытить это прям вообще ужасно. Да, ну а если мы купим сахарную вот эту вот машину, которая по обработке сахарного тростника, она у нас будет 2 метра захватывает. Эй, джип! Так, секундочку, нужно развернуться и так, чтобы нам не поломать наш джипяра. Давайте попробуем. Окей, заводим. Ну, прикольная, прикольная штука. Вот эти вот сверла внизу. Они вроде как должны собирать, наверное, тростничок. Давайте просто проедемся. Я вроде все должен правильно делать. Я надеюсь. Так, едем. Окей. Я не вижу ничего. Вид от первого лица, вот видите, да, какой? То есть будет вид от первого лица, вообще ничего не видно. Нужно чуть-чуть левее. Захватывает около метра. Захватывает всего лишь метр, это мало. Но попробуем. Но, видимо, потом можно, в принципе, его неплохо продать, ребята. Неплохо можно будет продать. Как наш водитель там что-то видит и ориентируется, куда ему ехать, я даже не знаю, ребята. Я даже серьезно не знаю. Мы же запустим... Не, ну, самому, конечно, прикольно двигаться. Но, ребят, видимо, нужно сейчас запустить работника и подъехать на втором тракторе. С прицепом. Может быть, он сразу будет мне сгружать мой тростничок. Видимо, как-то так, ребят. Но, может быть, это будет, наверное, геморройная история. Сейчас мы все попробуем. То есть, ну, вот мы проезжаем, да, сколько он всего подрежет. Совсем мало. Либо нам нужно накопить на машину с тростником. Что у нас происходит на других полях? Трактор уже заполнен. Уже здесь у нас все доработали. Поле закончилось. Давайте отвезем. Нам нужно сейчас поле, раз у нас уже удобрение произошло, завершено, так скажем, да. Нам нужно... Теперь все это нужно будет удобрить хорошенько. И, ребята, нужно сейчас тогда мне еще собрать пшенички немножечко. Так, подъезжаем сюда. Работа прям вообще кипит. Прям кипит. Ребят, напишите мне про тростник побольше, чтобы мы разобрались с ним получше. Я, честно говоря, пока не знаю, что с ним делать. Не очень понятно там написано в обучении. Можно, конечно же, купить для машин, для сахарного тростника, но она очень дорогая. Пока мы ее не потянем, нам нужно хотя бы немножко попродавать пшеничку. Может, даже сегодня мы этим делом займемся. Потому что у меня, в принципе, пшеницы накопилось немало. Прицепа нужно побольше еще приобрести. В принципе, поле у нас довольно большое. Засеяли мы хорошо. Я его удобрил. Удобрил, то есть оно прямо в два раза дает больше урожая, насколько я понимаю, да? Так, давайте отвезем в бункер пшеничка. У нас уже, в принципе, заполнилось все. Да, вопрос вопросов с этим тростником. Вот такая вот у меня штука. Такой резак у меня стоял в моем амбаре. Видимо, он необходим для тростника. Он срезает его. То есть, ну, как его дальше девать, я пока не знаю. Нужно подумать. Нужно подумать, ребята. Я думаю, вы мне напишите в комментах. Не буду я гуглить. Давайте будем взаимодействовать именно вот таким вот образом. Можно, конечно, было бы и погуглить. Но я, наверное, все-таки буду читать ваши комментарии. Для меня это так будет интереснее разбираться. Так, загружаем здесь пшеничку. Сейчас мы еще соберем побольше. И можно будет смело все это дело продавать и зарабатывать денежки. Мне интересно, сколько мы тут заработаем. Деньжат. Какую сумму можно поднять у нас на пшенички. У нас очень много различных культур, друзья. Мы сегодня только лишь начинаем, так скажем, да. Только лишь разбираемся. С тростником пока небольшие проблемки. Но я думаю, это всего лишь временно. Мы, я думаю, с ним разберемся вообще. Потом будем на ура просто его. Пусть он пока у нас растет, он не увядает. И увядание незнакомо тростнику. Но посмотрите, он уже прям выше. Практически уже вторая часть поля. Середина поля уже практически с меня ростом. Очень, кстати, прикольно он выглядит. Ну, а тут уже все, конечно, уже подрастает дальше. Так, и значит, мне нужно удобрить. Удобряем все это дело. Давайте сейчас проедемся и попробуем поудобрять, чтобы нам увеличить урожай. У нас еще второе поле, оно огромное. И у нас всего лишь три поля. Пока этого нам достаточно. Так, включаем вот так удобряшку и поехали. Все красота работает, все замечательно. Кстати, еще у меня интересный вопрос. Я помню, мы как-то, когда проходили фирму 15-ю, у нас была такая задача. Мы выясняли, какое удобрение лучше, жидкое или твердое. Ребята, пишите тоже в комментариях, как в фирме 17-я. Здесь кто в курсе, какое удобрение лучше мне брать в следующий раз. Жидкое или твердое, или для каких культур и так далее. То есть, если у вас есть какая-то инфа, обязательно пишите в комментариях. Ну, а тут мы сейчас проедем все это дело. Нужно будет проудобрять. Посмотрите, какое замечательное утро. Прямо прекрасно. За кадром, когда я работал, был прямо... Тучи собрались, например, в прошлый день. Были тучи. Такое ощущение, что прямо сейчас пошла гроза. Здесь замечательная погодка. Очень хорошо все прорисовано. Так, ту часть я уже удобрил. Поэтому мы сейчас будем начинать тогда вот-вот прямо вот отсюда. Удобряем дальше. И нужно поставить, друзья, цели. Нужно поставить цели. Я хочу практически каждую серию покупать какую-нибудь новую технику. Было бы прикольно. Что-нибудь приобретать интересное. Друзья, отпишитесь в комментах, что можно было бы нам... Ближайшую какую цель поставить. Сейчас мы сгоняем, наверное, в магазин. Я думаю, нужно будет посмотреть, что нам предлагают вообще в магазине. Там у нас есть разные легковушки. Можно купить себе крутой в дальнейшем грузовик. Ну, а также можно потом, когда мы все уже здесь скупим, я предлагаю, наверное, заняться... Можно было бы какими-то модами. Можно было бы потом очень интересно какие-то, может быть, грузовики. Либо какую-то технику, легковые или так далее. Трактора. Что-то скачивать уже из модов. Когда мы уже здесь прямо со всей техникой уже родной ознакомимся. Остается последний у нас участок. В принципе, удобрение идет очень хорошо. Удобряется все бодренько. Все четенько. Потому что удобрялка прям, посмотрите, какая широкая. Захватывает сразу огромную часть поля. Так. Ну, вот если травка у нас не выросла, видите, сложно ориентироваться. Сложно ориентироваться. Тут у нас, если травка уже подросла, ее хотя бы видно, что она уже мокрая. Здесь вот можно сориентироваться. Мокрая. Оу, у меня закончилось. У меня закончилось удобрение. Вот это да. Нам нужно сейчас тогда срочненько ехать и заправляться удобряшкой. А по-моему, удобряшка у нас вон там пока возле дома. У нас есть несколько... Несколько таких баков. Я надеюсь, это вот эта штука. Я еще буду со всем знакомиться. Наверное, это вот эта вот канитель, да? Если я не ошибаюсь, правильно? Так, на R у нас все это дело наполняется. Наполнились. Наполнили удобрение. Все правильно. Подъезжаем вот эти вот синие такие баки. И по дороге можно пока ее уже разворачивать, чтобы... Уже зря не терять время. Сразу же мы ее разворачиваем. Мы сейчас найдем то самое место, где у нас... Я надеюсь, там уже его будет видно, да? Да, вон его видно. Идеально. Прямо доехали. Крутяк. И продолжаем наше удобрение. Игрушка очень такая добрая. На самом деле очень добрая, приятная. Отдыхаешь здесь, когда ведешь свою ферму. Очень интересно зарабатывать здесь деньги. Очень интересно разбираться вот в этом именно всем процессе. То есть от самого начала, когда ты поле засеиваешь, нужно спахать, культивировать. Потом это все засадить, удобрить. Собрать урожай еще нужно. Потом это все нужно куда-то складировать. Или все это дело потом продавать. В общем, очень прикольно. Так, ну, тут у нас не видно. Я, в общем, визуально засек. Где-то вот приблизительно... Ну, у нас, да, как раз рейс у нас будет выполняться вот таким, наверное, образом. Проедемся вот так. Надеюсь, что если еще семена у нас не выросли, мы будем удобрять. Это тоже все равно это все сработает. Все равно у нас урожая будет в два раза больше за счет удобрения. Здесь можно поставить функцию удобрять три раза. Можно подряд. Я поставил удобрять один раз. Я не стал так заморачиваться. Три раза поставил удобрение один раз. И думаю, этого будет достаточно. Думаю, этого должно хватить. То есть такой прям настрой как-то. Можно это все дело менять. В общем, очень красивенькие трактора. Мне еще, видите, они у нас грязью уже забиваются потихоньку. Мне, наверное, нужно мойку приобрести. Давайте приобретем в ближайшем будущем мойку. Для того, чтобы наши трактора можно было бы где-то мыть. Поставим где-нибудь ее возле амбара. Скажем, было бы неплохо ее там бы разместить. Так, все. Сворачиваем ее, чтобы она у нас не мешалась. И посмотрим, что у нас происходит здесь. А тут у нас уже вообще все идет, прямо собирается очень быстренько, очень активненько. Я смотрю, прям пшеницу нужно куда-то продавать, друзья. Давайте мы пока у нас собирается, мы посмотрим цены на пшеницу. Пшеница у нас 378, транспортная компания, железная дорога. О, можно сегодня отвезти, может быть, туда. Транспортная компания, железная дорога. Это где у нас вообще находится транспортная компания? Ага, вон я вижу. Транспортная компания у нас наверху. Давайте мы сейчас загрузимся полностью пшеничкой и отвезем первую партию, заработаем денежки. Посчитаем, сколько у нас будет, если мы полностью затаримся. Хотя бы пшеницей. Начнем. У нас вообще здесь очень много всего. У нас сейчас я посмотрю. У нас есть пшеница, канула, соевые бобы, картофель, посевная редька, трава, ячмень, подсолнух, кукуруза, свеклотополь, сахарный тростник. У нас очень много различных растительностей, с которыми можно взаимодействовать. С травой только одной. Я помню, что там можно и платно постригать газоны. Я не знаю, здесь такое можно или нет. Здесь такое будет или нет. Но в 15-й фирме такое было. Я бы на этом неплохо зарабатывал. Прям газонокосилочку себе купил и вообще прям в ус не дул. Пошел, поехал, подстрелил чей-нибудь газон, заработал денежек. Так, здесь у нас будет как-то сыпаться нам пшеничка. Подождите, пшеничка нам должна вообще-то... А, вот на R опять же нужно нажать на R. Автоматически все заполнилось. И отправляемся мы тогда в транспортную компанию. Давайте мы сейчас выйдем на дорогу. Осторожно, главное не перевернуться. Трактор, в принципе, у нас самый слабенький. Я выбрал его для перевозок груза. Так что, так, мы правильно едем. Я тут еще дорогу-то не особо изучил. Нам вообще-то не сюда нужно. Нам бы надо бы немножко, наверное, как-то развернуться. Я не знаю, там дорога есть или нет. Слушайте, а если мы транспортную компанию, может быть, нам нужно подогнать поезд и в поезд как-то все это сгрузить. Я, ребят, не знаю, как это все дело здесь происходит. Но, походу, что-то как-то, наверное, так. А если мы просто поедем по полям, по лугам? Потому что дорогу у нас не ведет в транспортную компанию. У нас не особо-то ведет она. Давайте просто проедемся вдоль полей, по бездорожью, посмотрим, протестируем наш замечательный трактор. Фергюсон 4709. Вот, мы везем сейчас 8,5 тонн. Продадим по 370 долларов за тонну. В принципе, можем рубануть. Ну, не бастословные деньги, но, тем не менее, можно что-то заработать, друзья. Можно что-то заработать. По поводу разгрузки поезда. Тоже, друзья, мне пишите. Мне информация вообще любая по фирме пригодится. Потому что мы будем проходить. Мне нужно прямо много инфы. Я знаю, что вы у меня любители. Знаю, что очень много людей на моем канале смотрели фирму 15-ю. И, друзья, мы начинаем как бы, собственно, прохождение 17-й фирмы. Я думаю, она тоже будет очень интересным. Потому что здесь много чего добавили. Посмотрите, какая здесь растительность. По графону, конечно же, здесь намного прямо круче и приятнее кататься. Это прямо однозначно. Однозначно, друзья, прямо очень все красиво. Посмотрите, как прорисовано даже не знаю, зеркало заднего вида. Видите, да? Ну, заднего вида, вернее. Боковое зеркало. Боковое зеркало, оно прямо очень круто. Например, спинтаресы, когда мы проходили, делали стримчик, такой обзор по спинтаресу. Там даже вот этого не было прорисовано. Зеркала прямо ужасно было. Ну, а фирме они, посмотрите, постарались и сделали прямо все красиво, грамотно. Так, транспортная компания. Мы подъезжаем дальше. Обратите внимание, справа у нас находится вот такой вот красивейший мост, по которому у нас проезжает поезд. Я думаю, можно как-то подгонять поезд поближе и как-то все это дело сгружать, чтобы мне каждый раз туда не мотаться. Может быть, у нас какой-то зерновой... Я не знаю, как это делается, но надо подумать, ребят. Надо подумать, чтобы нам вставить каждый раз нужно будет туда мотаться. Это, конечно же, будет прямо, прямо, так скажем, жесть, жесть, жесть. Так, поднимаемся наверх. Серпантин у нас куда-то наверх уходит. Ну, когда мы купим большой, огромный, зерновой бункер у нас заполнен. Слушай, там уже опять собрали, что ли? Я вижу, что у нас... Ой-ой-ой, слушайте, когда мы купим большой прицеп, там уже будет полегче. Но тут у меня уже могут быть проблемки, потому что наш трактор может быть 8,5 тонн не затащит. Давайте попробуем заехать. Вот тут испытание уже начинается для нашего легкого, самого слабенького трактора. И я уже думаю, не пожалею ли я, что я его взял и поставил на перевозку нашего груза, нашего, на доставку, так скажем, транспортную компанию. Так, давай, 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 дружище. Заезжай и жми! Едва едет. Главное, между деревьев не застрять. Посмотрите, здесь высокий прицеп, возможно, не проели. Здесь... Вау, здесь вообще деревья прямо... Мы правильно едем. Так, правильно. Теперь нужно выдвигаться как-то направо. Так, погоди. Куда мы приехали? Давайте мы поднимем немного, чуть-чуть выше, чтобы не... Вот так вот, да. Чтобы не зацепиться ни за что. Так, проезжаем сюда. Можно было, конечно, видимо, поезд подогнать. Но это я все делаю в первый раз, поэтому я не знаю, как здесь правильно. Дальше куда? Так, ребята, я подгоняю, в общем-то, вот наш замечательный поезд. Замечательный поезд подгоняем мы его. Можно вот так даже посигналить к элеватору. Зерновому. Если мы вот так вот подъедем. Видимо, я должен здесь набрать, привезти сюда. Я так понимаю. Давайте мы... Так, пшеница. Подожди. Ага, здесь у нас получается, если нажимаю... Так, секунду, остановимся. Давайте мы посмотрим. Здесь остановились. Нажимаем на R. И мы тут можем выбрать уже различные продукты, которые можно бы нам сгрузить. зернового элеватора 500 тысяч литров. Можно сюда засыпать. И я так предполагаю, что мне нужно просто подогнать сюда наш прицеп. И мы его здесь разгрузим, ребят. Мы его здесь и разгрузим. Зря я сюда подъехал. Давайте вернемся. Проедемся по рельсам, друзья. Сегодня прям вообще замечательный денечек. Мы сегодня все исследуем, смотрим на эти красоты с этой огромной горы. Кстати, здесь мне очень нравится, что здесь у нас есть прекрасный мост, горы, различные растительности, рельсы, поезд. Ну, в общем, вообще, ребята, супер. Мы уже практически уцелились. Сейчас мы уже подгребем к нашему поезду. Так, подъезжаем. Здесь у нас есть спуск. Вот сюда можно проехать. Проезжаем вот сюда. И, соответственно, друзья, мы уже приближаемся к нашему зерновому элеватору. Правильно? Да, вроде бы так. Зерновой элеватор номер 3. Я не знаю, он ближайший к моей ферме находится. Я думаю, что может быть так. Так, подъехали сюда. Что у нас здесь? Как все дела разгружается. Если мы так высыпем, это нормально? Нормально, друзья. Все. Я думал, мы просыпали куда-то ее мимо. Я же немножко напугался. Давайте мы начнем здесь загрузку. Вон она засыпает нам. Так, можно нам посмотреть на это все дело. Вот, пошла. 8,5 тонн быстренько насыпали. Обратите внимание, что это вот такая маленькая, маленькая я не знаю, песчинка в этом огромном вагоне. мы должны его закрыть. Так, закрываем это на N или нет? Или просто отъехать? Нужно просто отъехать. Он автоматически должен закрыться сам. Да, все, он сам закрывается. Вагончик, чтобы у нас ветром не выдуло все это в нашу пшеницу, мы взяли небольшую партию, ребят, для того, чтобы нам протестировать все эту штуку. Потом мы, конечно же, будем накапливать 500 тысяч там литров и мы это будем все ввести. Теперь наша задача отвести все это наверх, транспортную компанию, откуда мы и вернулись. Мы можем поехать в поезде и от первого лица обратить внимание, как все здесь классно проработано. Мне очень здесь все нравится. Прям вот можно было бы еще в поезде входить, это было бы ну вообще шикарно, шикарно. Забираемся на горочку. Можно немножко вот так вот, да, однозначно это нужно было сделать просто, просто 100%. Так, мы разогнались до 80 километров, уже можно сбавлять скорость, потому что поезд у нас очень инертный. Давайте скинем до 60, можно еще до 50, чтобы потом вообще можно было бы затормозить 40. Так, аккуратненько. Чуть-чуть еще сбрасываем. 30, ну и где-то на 20-точке можно сюда приезжать. Так, как это у нас происходит выгрузка здесь? Будет ли как-то это выгружать, продавать, вообще не понимаю, что здесь будет. Подъехали, подъезжаем сюда. О, она автоматически открывается, так, по тормозам. Разгрузить, нажимаем и все продается. 3315 долларов мы сделали довольно быстро, как бы, да? И получается, я должен вернуться назад, то есть, мы можем поезд, конечно же, оставить, в принципе, можем назад поехать, давайте посмотрим, как нам выгоднее. В принципе, схема понятна, ребят, схема понятна, мы везем в элеватор, в зерновой элеватор, свозим весь наш, все наши добытые ресурсы, соответственно, да, потом мы будем будем, ребятки, тогда получается, нам нужно будет это все свозить активненько сюда и продавать на поезде, короче, ну, понятно, все очень, кстати, интересно, круто, добираться сюда, в принципе, не так-то и далеко, это не тащится через, скажем, всю карту, оу, наш, смотрите, что творит наш замечательный маленький тракторишка, тракторенок, так, окей, едем далее, ребят, если сегодня получится, я же поеду в магазин и выберем им побольше, побольше прицепик, чтобы нам это все возить было побыстрее и поэффективнее, вот что нужно нам, ребята, сделать, самое интересное, я предлагаю выбрать сейчас какой-нибудь побольше прицеп, посмотреть прицепчики, которые здесь есть, может быть, нам поможет это как-то разгружаться побыстрее, и, соответственно, я хочу какой-нибудь комбайн, более шустрый, сколько это все, 145-120 тысяч, да ладно, вот это да, так, а сколько у них комбайна у нас, 4200, 6300, 6400, в принципе, не так-то и много, 8600, вот это, кстати, комбайна 200 тысяч, он стоит 200 тысяч, это приличные деньги, у меня таких пока вообще нет, он у нас 8600 литров берет сразу, то есть он наполнит за один раз, сразу же прицеп наполнит, а вот прицепы, давайте глянем, прицепы, прицепы, где они у нас находятся, вот у нас, по-моему, прицепы самосфала, так, этот у нас 8000, 8 литров, 8000 литров, да, здесь у нас 8500, здесь у нас 15, но, возможно, здесь, вы знаете, я помню, вот этот был неплохой, неплохой прицепчик, сколько он стоит, 25, да, 25, в принципе, можно взять, можно взять, 22 тысячи литров, в принципе, хорошая штука, но он, подо все, вообще универсальная штука, он прям прицепы, самосфал используется для перевозки собранного урожая, кстати, давайте возьмем его, ребят, возьмем, я так предполагаю, что надо его брать, я могу, кстати, продать его, стандартный выбор колес, ух, тут здесь можно еще и колес выбрать, широкие, стандартные, разные колеса, вау, широкие, плюс 400 баксов, стандартный, дизайн еще можно сделать, такого еще не видел, ребята, тут еще можно дизайн мутить, вау, что за дизайн такой, давайте возьмем, конечно же, все, базовая стоимость, 508, за часть работы, 1270, нас будут брать, что ли, в день, 254 доллара, базовая цена, 25 плюс 400 баксов, нам платят, начальная стоимость 2000, можно его арендовать, в принципе, можно арендовать, давайте мы его сразу купим, а потом деньги мы отработаем, покупаем новый, он тюнингованный, прицеп, и посмотрим, как он вообще выглядит, я думаю, может быть мне продать, ребята, вот этот вот, ух ты, уау, у него новые колеса, широкие колеса, обратите внимание, как он выглядит, а что тут у нас, какой тюнинг-то у него был, давайте посмотреть, что за тюнинг у него, тюнингованный, крутой прицепчик, разворачиваться, сдавать на нем назад, неудобно крайне, но у меня сейчас есть, большие сомнения, вдруг, я продавать пока прицеп этот не буду, у нас осталось всего 6 тысяч долларов, представляете, как мало, как мало, мне придется очень много, ребята, работать за кадром, чтобы хотя бы отпахать этот прицеп, так, включаем свет, дополнительные фары, давайте немножко подъедем аккуратней, и мы сейчас возьмем просто и разгрузим, а, кстати, знаете, еще здесь что может быть, так, он довезет, его нет, увезет, слава богу, я надеюсь, он его увезет, да, утащит, ну, в принципе, если я с ним сейчас отвезу, рейсик мы сделаем, если все нормально, то я продаю тогда мой оранжевый прицеп, так, ссыпаем, сколько здесь, хватит, влезет ли, 21 тонна, 21 тонна, ох, ты все сгрузили, абсолютно все, ребята, ну что, затащит у нас трактор, посмотрите, как он тяжело поехал, он едва едет, это прямо дико ощущается, у нас, у нашего прицепа, обратите внимание, какие тюнингованные, широкие колеса, крутяк, такого не было, я говорю, в 15 ферме такого точно не было, чтобы можно было как-то тюнинговать, там, делать, выбирать разные колеса к прицепу, друзья, ну это вообще, конечно, плюс, плюс к этой ферме, я уже практически на месте, я уже на месте, здесь нужно нам разгрузиться, по-моему, здесь он, оу, тихо, 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 мы чуть не разнесли, зерновой элеватор, так, какую сторону он сгружает, вот это вопрос, я надеюсь, мы тут не просыпем ничего лишнего, ага, он назад, ага, я помню, что он как-то и боком мог, не знаю, это может быть другой какой-то прицеп, 21 тонну мы сгрузили, теперь мы сразу же переключаемся тогда на наш поезд, так, поезд у нас должен подъехать, ага, поезд-то у нас еще не приехал, кстати, у поезда включается у нас свет, включается, друзья, посмотрите, как прикольно, так, вот на F у нас нажимается, свет и в салоне, в принципе, загорается, и как раз мы это все делаем ночью, так, мы уже практически на месте, сейчас мы уже подъехали, немножечко давайте газоним, 82 километра в час летим, задний ход, я думаю, здесь можно уже, наверное, начать притормаживать, давай вот так, зерной бункер заполнен, у помощника M заполнен зерной бункер, то есть это значит, что у нас, справа вверху у нас появляются новости, да, что там уже заполнено, комбайн наш уже заполнен, так, все, подъехали, стопы, останавливаемся, давай-ка будем пшеницу, 23 тонны практически, практически 23 тонны, быстренько все это сгружается, цены пока не упали, 390, я вижу, 390 за тонну, пусть они бешеные деньги, но все равно это деньги, ребята, нам нужны, мы сейчас купили, мы сейчас купили прицепы, нам нужно срочно сейчас его отработать, прям максимально едем вперед, поезд замечательно освещает путь, разгоняется тоже быстро, жаль, конечно, разгоняться нельзя до 180 км в час, я бы этого, конечно, бы сделал с удовольствием, эпично, эпично, ребята, все смотрится прям шикарненько, наш, поезд, я бы его еще покрасил, потому что немножко ржавчина, ржавчина, где такое, где покрылся, его нужно немножко оттюнинговать, я не знаю, может это в дальнейшем будет, тюнинговать, но в гору он прет нормально, 23 тонны везет, это для поезда, конечно же, чехня, он с этим вообще, без проблем, наверное, должен справиться, давайте будем сейчас останавливаться, уже заранее, по тормозам, надеюсь мы успеем, подъезжаем сюда, наш вагончик нужно подогнать, именно на ту самую платформу, которая у нас отмечена, желтыми контурами, и нужно остановиться, вот здесь все, разгружаем, на и, разгрузили, красота, заработали практически 9 тысяч долларов, вуаля, доход от продажи урожаем, и у нас уже 14 с половиной, в принципе, уже есть, я, пожалуй, его, наверное, просто отправлю, пусть он у нас инъедит, пока назад, покатится там с горочки, докатится сам, ну а, собственно, мы продолжаем тогда нашим, дальше прохождение, ребят, мы сегодня посмотрели, как у нас тростник вырос, я жду ваших комментариев, по поводу тростника, мне нужно подробнейшее описание, как его собрать, и с помощью чего бы нам это сделать, потому что, может быть, пока у меня техники недостаточно, ребят, в общем-то, пишите, друзья, если вам нравится, фарминг симулятор 2017, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видосы, ну а с вами был Родригес, я желаю хорошего настроения, успехов вам, удачи, и пока-пока!